Ну вот и завершились зимние Олимпийские игры в Пекине, которые подарили нам широкую палитру эмоций. В общем медальном зачете Россия занимает девятую строчку с 32 медалями, из которых 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Но также отметим, что общий зачет официально международным Олимпийским комитетам не учитывается. И мы в свою очередь тоже стараемся сильно не обращать внимания на место по общему количеству наград, а рассматривать каждую дисциплину в частности. И для начала мы перечислим всех наших спортсменов, завоевавшие медали, и начнем мы с бронзовых призеров. Илья Буров запомнился не только тем, что завоевал бронзу в фристайл-акробатике, но и личным примером показал, что спорт вне политики. Так должно быть. Сергей Ридзик, фристайлский кросс, запомнится также своей трогательной речью после выступления. Серега, твоя мама, жена и дочь обязательно поймут твое отсутствие и гордятся тобой, как и мы, болельщики. Анастасия Смирнова во фристайле также завоевала бронзу, Ангелина Голикова в конькобежном спорте на 500 метров, Семен Елистратов в шорт-треке на 1500 метров, а знаменитый россиянин Вик Уайлд взял бронзу в сноуборде в параллельном гигантском слаломе. Наши же лыжники и лыжницы были одними из главных героев Олимпиады. Александр Большунов, Александр Терентьев, Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзу в командном спринте, а Александр Терентьев отдельно еще завоевал бронзу в спринте свободным стилем. Фамилии наших лыжников вы сегодня еще услышите, но об этом чуть позже. В биатлоне разворачивалась невероятная драма, Эдуард Латыпов в гонке преследования взял бронзу, также он вместе с Каримом Халили, Александром Логиновым и Максимом Цветковым были близки к золоту в эстафете, но на последнем огневом рубеже не хватило хладнокровия. Также бронза у сборной России по биатлону и в смешанной эстафете в составе Ульяны Никбатулиной, Кристины Резцова, Александра Логинова и снова Эдуарда Латыпова. Ну и как могли, пытались занять весь пьедестал наши фигуристы. Анастасия Мишина и Александр Галямов в парном катании завоевывают бронзу. Но, как говорится, серебро иногда бывает очень обидным, так как до высшей награды был всего один шаг, но это тоже достойный результат. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Никматулина взяли серебро в биатлонной эстафете. Ирма Махиня, Ирина Авакумова, Данил Садреев и Евгений Климов в прыжках с трамплина в смешанном командном турнире. Денис Спецов в лыжных гонках в скеатлоне. Александр Большунов взял серебро в классическом стиле на 15 километров, которому еще предстояла битва за звание короля лыж. Долгожданное серебро Константина Явлеева в шорт-треке на 500 метров. Пара Виктория Синицына Никита Кацалапов с потрясающей программой в фигурном катании завоевывают серебро. Данил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров – наследники великих традиций в конькобежном спорте. Командное гонка-преследование – важнейшее серебро. Но самые драматичные события разворачивались в этот раз в фигурном катании. Александра Трусова с пятью четверными прыжками завоевала серебро, что само по себе говорит о высочайшей конкуренции. В великолепном сражении Иван Якимушкин в укороченном мастарте на 28 километров свободным стилем пришел к финишу сразу после короля лыж. Пара Евгения Тарасова и Владимира Морозова в фигурном катании чуть-чуть не хватило до золота. Ну и самое противоречивое чувство от серебра – это, конечно же, мужская сборная России по хоккею, которая уступила в финальном матче сборной Финляндии. Но об этом поподробнее чуть позже. Ну а теперь перейдем к главным звездам. Олимпийский чемпион звучит гордо, а самое главное, что это навсегда. Безусловно, главная звезда Пекина – Александр Большунов. Золото в скетлоне. В командном фигурном катании еще не получили свои медали, но это безоговорочная победа в составе Камилы Валеевой, Марка Кондратюка, пары Анастасии Мишиной и Александра Галямова и Виктории Синицыной с Никитой Кацелаповым. Лично для меня одна из самых напряженных и эмоциональных побед была добита в женской эстафете. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и потрясающий финишер Вероника Степанова. Это была невероятная победа. Ну и мужская сборная. Невероятно, как долго мы этого ждали. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спецов и Сергей Устюгов также завоевывает золото в мужской лыжной эстафете. Анну Щербакову могли и вовсе не взять на Олимпиаду, но какая бы это была ошибка. Аня, чисто откатав короткую и произвольную программу, занимает высшую ступень пьедестала. Ну и Александр Большунов, лыжной гонки Мастарт, на 28 километров свободным стилем добывает золото и титул короля лыж. Он главная звезда Олимпиады. Он ни разу не уходил без медалей. Он уже вошел в историю. И на этом он не остановится. Но Олимпиада это не только про победы в спорте, но и про силу духа, преодоление сложностей. Конечно, главная драма развернулась вокруг Камилы Валиевой. Если постараться коротко, то Камила Валиева вундеркинд – феномен фигурного катания, которая резко ворвалась на вершину этого спорта и уже по сути занимается тем, что била рекорды, которые сама и установила. Вся эта история с допингом сильно омерзительна, начиная от удачного в кавычках времени обнародования закрытой информации до нелепых высказываний высших чинов разного ранга. Валиева – чемпионка в командном зачете, а личную медаль она еще завоюет. По окончанию ее выступлений на ноги вставал весь стадион, что не так уж часто происходит в фигурном катании. Но, пожалуй, самые смешанные чувства мы получили от хоккейной серебряной медали. Дело не только в результате. Началось все с того, что на турнире отсутствовали игроки национальной хоккейной лиги. А это априори означало, что это битва не самых сильных игроков. То есть, олимпийский хоккей стал по своему уровню и интересу ближе к олимпийскому футболу. Сами матчи смотрелись незрелищно в сравнении с теми же матчами НХЛ, которые в это же время проходили в Америке. Болельщики недовольны хоккеистам, неприятна такая реакция. Но тут надо понимать главное – вопрос к самим хоккеистам не так много, по крайней мере по самоодаче. Отсутствие игровой практики перед Олимпиадой не могло не сказаться на игре. В любом случае, если мы приехали на этот турнир, мы ждем результата и он есть. Не самый лучший, наверное, но весьма достойный. Все же эта Олимпиада смогла подарить те эмоции, которые мы ожидаем от Олимпийских игр. Да, были они омрачены скандалами, интригами, бойкотами. Но если абстрагироваться от всего этого, хочется сказать спасибо за это время. Спасибо спортсменам за подаренные эмоции. А это был Live Sporting Tribune. Миру мир, спасибо, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok